МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образованные, эквалифицированные, отважные, активные, энергичные военные кадры, мощь армии. Их жизнь, поступки – пример для подрастающего поколения. Указами президента Республики Узбекистан в связи с Днем защитников Родины и 29-летием образования вооруженных сил Республики Узбекистан группа военнослужащих, сотрудников, правоохранительных органов была удостоена воинских званий, орденов и медалей. Сегодня состоялась церемония вручения этих высоких наград. Узбекистан Республикасы президенту Крали Кучлер Али Башкоманданы Шевкет Мироманович Мирзияев ченабы Алилара. Глава государства, Верховный, главнокомандующий вооруженными силами поздравил собравшихся, а также всех военнослужащих нашей страны и их семьи с праздником. Выступая на церемонии, Шевкет Мирзияев отметил, что наш народ гордится солдатами и офицерами, посвятившими свою жизнь священному и ответственному делу защиты Родины, доказывающими это на практике каждый день, каждую минуту. Страна хорошо знает и высоко ценит большой вклад, который они, помимо выполнения своих непосредственных служебных задач, внесли в мужественное преодоление трудностей, павших на долю народа в прошлом году. Как известно, широкомасштабные реформы проводятся и в военной сфере, в целях дальнейшего укрепления независимости нашей страны, надежной защиты мирной и спокойной жизни, неприкосновенности границ государства. Прежде армия и народ не были одним целым. Ситуация в корне изменилась после того, как с первых дней своей деятельности, как главы государства, президент Шевкет Мирзияев выдвинул важную идею о том, что народ и армия едины. На церемонии подчеркивалось, что двери воинских частей всегда должны быть открыты для народа, для молодого поколения, будущих защитников Родины. При этом большое внимание уделяется воспитанию нового поколения военных кадров, преданных идеям независимости и патриотизма. Главной целью в этом процессе обозначено предоставление солдатам и офицерам современных знаний, безупречное владение ими военной техникой и технологиями, их военно-патриотическое воспитание. Армия сильна не только вооружением и техникой, но и военными, солдатами, офицерами, генералами, не щадящими себя ради Родины, сказал президент. Это главный фактор, определяющий возможности и боевой потенциал нашей армии. Отмечалось, что сегодня сохраняются угрозы и вызовы для мира и спокойствия. В различных точках мира все еще имеют место конфликты и столкновения. Эта ситуация, естественно, тревожит целое человечество и наш народ в частности. Для достойного противостояния данным рискам человек должен обладать истинным патриотизмом, высокими знаниями и мышлением, твердой волей. Именно это имел в виду наш великий полководец Амир Тимур, который говорил, сильна та страна, воины которой отважны. Я неоднократно подчеркнул, что каждый солдат, каждый защитник Родины должен глубоко знать уложения Амира Тимура и наших великих полководцев, их военное искусство. Это бессмертное и бесценное наследие до сих пор наполняет наши сердца безмерной гордостью, укрепляя чувство преданности к нашей священной земле, подчеркнул президент. Отважных, военных, удостойных высоких государственных наград глава государства назвал настоящими последователями великих предков. На церемонии присутствовали также сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, службы государственной безопасности, национальной гвардии, органов таможни и внутренних дел. В лице собравшихся Верховный главнокомандующий сердечно поздравил и всех наших отважных и мужественных военнослужащих, удостойных высоких орденов и медалей государства, которые сегодня принимают эти награды на местах. Президент Шавкат Мерзиёев торжественно вручил свидетельство о присвоении званий, ордена и медали группе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. За большие заслуги в укреплении независимости нашей страны, при умножении её оборонной мощи и военно-технического потенциала, обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности границ, формирование профессиональной национальной армии и повышение её авторитета, эффективную деятельность, направленную на сохранение мира, спокойствия и общественного порядка, на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении своего священного долга, достойный вклад в воспитание молодёжи, в духе патриотизма и преданности Родине, подготовку кадров, обладающих профессиональным мастерством. Глава государства пожелал защитникам Родины крепкого здоровья и больших успехов в выполнении благородной миссии. Награждённые искренне поблагодарили главу государства за высокое внимание, оказываемую поддержку военным и их семьям. Таким запомнится этот особенный день, 14 января 2021-го. Присвоение звания генерала-майора – это большая честь и доверие не только мне, но и всему личному составу ГУД города Ташкента. Президент сегодня отметил очень важные задачи для выполнения, для спокойствия и благополучия народа. Мы личным составом будем принимать все меры для исполнения этих задач. Сегодня очень радостный день. Получил награду из рук Верховного Главнокомандующего, президента нашей страны. Это награда большой доверия нашим войскам, войскам ПВО и ВВС, нашим доблестным пилотам, лётчикам, нашим специалистам ПВО. Я думаю, что мы оправдаем это доверие. Хотел бы подчеркнуть, что три года назад в состоянии военно-воздушных сил было такое состояние, как уранена птица. Но вот за эти три года, благодаря поддержку, вниманию нашего президента, наши лётчики стали на крыло, начали летать истребители, штурмовики. Я хочу заверить сейчас наш народ, нашего президента, что наши пилоты, военные лётчики и специалисты ПВО днём и ночью будут обеспечивать безопасность нашей страны, контроль за воздушным нашим пространством и неприкасами с наших воздушных границ. Какая тёплая и доверительная речь была президента, как он переживает за реформирование вооружённых сил. Все эти задачи, о которых говорил наш Верховный Главнокомандующий, выполним с честью и достоинством. Получение государственной награды, одной из высших государственных наград, именно от рук президента Республики Узбекистан, это величайшая честь. Я очень благодарен, что моя служба была так высоко оценена. Это нас обязывает работать ещё больше, ещё ответственнее. Последние несколько лет наш президент усилил внимание именно деятельности органов внутренних дел. Благодаря этому усилилась материально-техническая база. Полностью внедрены информационные технологии. У нас даже непосредственно обучение идёт в сфере информационных технологий. Мы тоже меняемся. Мы уже начинаем работать по-другому. Президент отметил, что в первую очередь необходимо работать с молодёжью и внедрять науку. Чтобы соответствовать требованию сегодняшнего времени, а сегодня какое внимание уделяется в отношении нас. Я хочу сказать, что мы, конечно, уже не в 2-3 раза, ещё больше будем использовать все свои силы, все свои знания для обеспечения правопорядка, спокойствия и мира граждан, и процветания нашей республики. Сегодня у меня такой радостный день. Из рук президента страны я получила медаль «Сауды Хазматляры учёный». Я сама врач, терапевт-кардиолог, работаю в Центральном военном госпитале. Последний 20-й год отмечен с пандемией коронавирусов. Весь мир, все врачи работали и боролись с этим вирусом. Наши врачи тоже стояли на передовой. Мы сами видели, какое усилие со стороны нашего руководителя, какие реформы были в медицине. Я считаю, что эта награда не только моя заслуга, но и всего нашего коллектива. Президент, обращаясь к нам, он обратил внимание на все сферы. Это и оборона, и наука, и здравоохранение. И мы приложим все свои силы для развития нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова